Всем привет, мои хорошие! С вами Карина. Я решила объединить для вас два сразу небольших обзора на коробочку L-Box и на браслет от SoFu. Начнем мы с коробочки L-Box. Это то ли июль, то ли август, я не помню. Коробочка летняя, она сменила дизайн и теперь здесь магнитная крышка, что меня не может не радовать. Я обожаю магнитные коробочки. Она стала чуть-чуть позже, но немножко выше. Откладываю для себя инструкцию и переходим к повествованию. Первое, с чего я начну, это вот такое мыло от компании Искус с твердым знаком на конце. Мыло вроде как натуральное, прочной работы, свежесть. Пахнет оно действительно какой-то травой. Обещает, что не будет сушить кожу, хранится 18 месяцев. В состав его входит белая глина и 180 рублей, 170 грамм до коломбы. Вторая вещь, это бесплатный бонус в виде 50% скидки по бонусной карте в салон Лены Ленина. Но я уже говорила о том, что я ненавижу салон Лены Ленина, я врагу не пожелаю этот салон. Если только у меня кто-то будет очень уж настаивать, тогда отдам эту карту. Каждый сам выбирает для себя. Я туда точно не ходец и вам не советую, потому что сколько раз я там была, мне всегда портили ногти, руки. Там абсолютно бестолковые барышни работают. По крайней мере, я ни разу не сталкивалась с хорошими мастерами, хотя ходила во все салоны, включая Флагманский. Поэтому нет, 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 даже если мне за это заплатят. Следующая вещь, это средство для загара от Гаван Хаваяна, который должен якобы напоминать нам о гавайских серферах, загорелых телах. Стоит это 450 рублей за 100 мл, здесь 15. То есть, в принципе, бутылочка-то в итоге небольшая, поэтому я думаю, что этой штуке хватило бы, чтобы ввести какой-то более-менее полноценный загар. По крайней мере, во всяких стратегически важных местах назовем это так. Но я была в городе и даже нигде не валялась, ни в гамаках, ни везде, поэтому она осталась. И пусть валяется до следующего года, может пригодится, может отдам, может выброшу, черт его знает. Дальше. Зубная паста и ополаскиватель от Президент. Вот за это спасибо, потому что кроме пасты от Сплат и Блендомед, я никакими пастами не могу пользоваться в целом и ценном размере, у меня возникает привыкание, и мои зубы начинают грустить. Тогда приходится менять на другую пасту, потом через треть тюбика откладывать ту, доставать предыдущую. В общем, это какая-то такая очень непонятная история. Поэтому я люблю миниатюры паст, мне они нравятся. Здесь зубная паста стоит 180 рублей за 75 мл. И 250 мл ополаскиватель стоит, соответственно, 256 рублей. Грамм за рубль. Резиночка типа Invisibubble, лишним не будет. Я эти резинки люблю, я ими пользуюсь. Мне удобно. Опять же, прозрачные, у меня они все прозрачные. Дальше. Крем от Guinoat, укрепляющийся эффектом лифтинга, антивозрастной. Текстуру бальзама он имеет, восстанавливает обвал лица, укрепляет упругость кожи и так далее и тому подобное. Стоит этот крем 50 мл, 4640 рублей. Я считаю очень большим провалом такого рода сервисов класть такие дорогие кремы, такие короче. Потому что с 3 мл я не составлю свое мнение относительно крема. Я не бегу выкладывать 5 тысяч за большую банку. А гораздо правильнее было бы положить миниатюру в 10 мл крема за 2 тысячи рублей. В процентном отношении это то же самое. Но после 10 мл я уже составлю свое мнение и, возможно, все-таки полноразмерку-то и куплю. Поэтому вот, ну не знаю, не знаю, не пробовала еще. Кину потом куда-нибудь в свою коробку с миниатюрками, потом доберусь где-нибудь зимой, когда кожа будет хотеть более питательного крема. Как раз антивозрастной крем, в принципе, пригодится для этих целей. Вторая кремообразная субстанция – это сыворотка. Крем-сыворотка от Биотерм, Skin Best. Хорошая сыворотка, она у меня уже была. Она имеет текстуру крема, подходит от 30 до 40 лет. Обещает восстановить сияние кожи. Хотя тут я не поняла, то ли у меня просто в принципе кожа блестит. Она у меня всегда блестит. То ли это таким образом сияет. Но в данном случае, как сам по себе, крем неплохой, увлажняет, приятно. Цена вопроса 1848 рублей за 30 мл подходит и как дневной, и как ночной, и как самостоятельный продукт, и для нанесения под крем. Такое вот средство. Дальше, что у нас здесь? Flower Bomb Victor & Drone. Flower Bomb – один из моих любимых цветочных запахов. Мне он действительно нравится. У меня был флакон, я хочу повторить этот флакон, но я совершенно не понимаю, что эта штука здесь делает, потому что, ну блин, если бы они кинули, например, какой-нибудь из новых ароматов Narcisse Rodriguez или любую, там, новый аромат от Guerlain или любую другую премьеру этого года, я бы это поняла. Но, ребята, этот аромат вышел в 2013 или даже в 2011 году. Все, кто хотели его послушать, уже послушали. Все, кто не хотели, им и не надо. Он очень известен. Хотя пусть это был бы новый Victor & Drone. Не так давно вышла новинка, в этом году еще, возможно, не все с ней ознакомились. Хотя, на мой взгляд, она хуже, чем Flower Bomb, все-таки это хотя бы относительная новинка. Поэтому я не знаю, в составе этого аромата Мускус, Бергамот, Роза, Жасмина, Абельсин, Орхидея, Фрейзия, Тубероза, Пачури, Чай, Абельсиновое дерево. Цена вопроса за 50 мл – 3709 рублей без скидки. Со скидкой, ну, естественно, получается чуть меньше. Дальше бумажки. Дальше, что у нас здесь? Здесь у нас помада Rouge Vintage от Viensobo. И что Viensobo делает в сервисе? Короче, красоты класса, люкс, я не знаю. Но помада на самом деле приятная. Я ее пробовала в другом цвете. В другом цвете она мне понравилась. В общем-то, она качественнее, чем ее цена. Но цвет в данном случае, несмотря на то, что он считается универсальным, точно не мой. Поэтому я ее просто подарю кому-нибудь, кто такими помадами пользуется. Потому что помадка достаточно приятная. Цена вопроса этой помады – 139 рублей за 3-3 грамма. Это полный размер. Лучше положили миниатюрку какого-нибудь Shiseido. Это было бы интереснее. Как было раньше. У меня есть несколько миниатюр. Помад, оставшихся из коробочных сервисов. И последнее, что я здесь вижу, это то, что вы здесь уже тоже видели, так же, как и я. Это Mavie Pourfem от Hugo Boss. Мне нравится этот аромат. На удивление, из компотных летних ароматов он мне действительно нравится. Здесь цветочки, здесь, по-моему, немного жасмина, кактус, фрезия. Какие-то деревяшки. По-моему, тубероза как раз. Просто описания нет. Я пытаюсь воспроизвести композицию по памяти. Но у меня уже есть такой же флакон из предыдущей коробочки блогерское золото. И с учетом моей любви к свежим ароматам, в кавычках, я в основном пользуюсь ароматами густыми и тяжелыми. Мне этого хватит на... Мне того хватит на всю оставшуюся жизнь. Так что, не знаю. Может быть, с кем-нибудь поменяюсь на парфюмин или на програльтики. Потому что, в принципе, цена и вопрос этого парфюма почти 5 тысяч до 50 миллилитров. Хотя, по-моему, тут ребята прибирают. Мне кажется, что ароматы Босс стоят дешевле. Ну, сменяем. Попробую сменять на какие-нибудь остатки во флаконе вот эту штуку. Вот такая была коробочка. В принципе, в целом неплохо. То есть, не могу сказать, что это эталоны Босса, но были хуже, но были, правда, и лучше. А так решать вам, чем вы из этого пользовались. Я, естественно, довольна парфюмом. Даже тем, который у меня уже был, и тот, который я прекрасно знаю, все равно. Парфюм есть парфюм. Ну, все остальное идет весом в данном случае. Откладываем в сторону. И вторая вещь – это вот такой вот браслетик от Sofit. Этот браслет мне пришел, по-моему, в марте месяце. Или в начале апреля. Где-то в тех краях. Я сознательно не стала сразу кидаться и снимать видеообзор, потому что я помню истории про то, что эти браслеты облезают, что эти браслеты некачественные. Я думаю, я должна протестировать его. Потом как-то забыла, если честно, уже. Потому что, в принципе, протестировала я его за пару месяцев. И все для себя о нем поняла. Мне очень понравилось то, что я получила. Конечно, это не Пандора, это дешевле Пандора, это не настолько качественно, как Пандора. Но я с этим браслетом мылась. Я с этим браслетом ходила в жару, когда потеем, и когда металл трется в том числе. Я с этим браслетом мыла голову, принимала душ, спала. Что я забываю иногда снимать украшения. И ему не делается ровным счетом ничего. Я по ошибке, конечно, выбрала жесткий браслет. И сейчас думаю, что при возможности нужно этот жесткий браслет поменять. Потому что он неудобный. Его неудобно носить, несмотря на то, что именно жесткий браслет. И сейчас вроде как находится на пике популярности вот таких наборчиков. Когда я выбирала шармы, я выбирала шармы, которые будут обвинены одной тематикой. Я собрала для себя браслет злой королевы из однажды в сказке. Теперь объясняю подробнее. Яблочко. Естественно, отправила белоснежку яблоком. Красные кристаллы. В принципе, красные – это один из цветов злой королевы. Ну, в общем-то, как и у любой злой королевы, красный, черный, фиолетовый, наверное. А плюс ко всему прочему, если вы смотрели сериал «Однажды в сказке», то там у них сердца похожи на красные кристаллы. Что, в общем-то, не наводит меня на мысли. А дальше просто такой вот пустой полый шармик внутри, который составлен из сердечек и маленьких-маленьких красненьких камушков. Что тоже, в общем-то, в ту степь. Теперь у нас сердце. Сердце, опять же, с небольшим красным кристаллом. Висячее. Ну и, наконец-таки, что, конечно же, корона. Корона как символ королевы. Вот такой вот браслет. Он, в общем-то, забавно на него люди реагируют, когда начинаешь объяснять, что это не просто там как Пандора со смыслом в плане там письмо, потому что я люблю получать пинцовое путешествие, потому что я люблю путешествовать. А это вот такой вот браслет, посвященный полностью одному персонажу. Если говорить про качество, то качество у этого браслета, правда, неплохое. Он действительно не потерся, не потускнел, ничего с ним не происходит. Хотя таскаю я его действительно из реально. Единственный недостаток, который я для себя вижу, это то, что он на жёстком браслете мне неудобно. Ну и второй момент. Да, конечно, это всё равно не Пандора. Эти шармики достаточно лёгкие. Они не настолько суперплотные. Купила бы я его сама, если бы мне его не прислали на обзор, вряд ли, потому что я просто не слишком большой фанат таких украшений. Ношу ли я его сейчас? Да, я его сейчас ношу. Мне он нравится. Опять же говорю, сама вот сейчас, понимая, что я беру, я бы взяла, наверное. Тогда слепую кота в мешке вряд ли. Вот такое вот моё мнение. Рассказывайте, что вы по этому поводу думаете. И по поводу коробочки, и по поводу браслета. Пишите свои комментарии. Мы увидимся очень скоро в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok